Дорогая будущая мама, по состоянию здоровья или по вашему желанию вам предстоит проведение кесарево сечения. В обоих случаях необходимо, чтобы ваш врач проинформировал вас в полной мере о возможных последствиях и рисках хирургического вмешательства. В дополнение к разъяснительной беседе мы поясним важнейшие аспекты операции кесарево сечения. Таким образом вы сможете определиться, что предпочесть кесарево сечение или естественное родо через влагалище, если по медицинским показаниям в операции нет необходимости. Оперативное родовспоможение называется медиками кесарево сечения. Существуют различные медицинские показания для проведения операции. Нарушение положения плода, например, тазовое предлежание или поперечное положение. Несоответствие между размерами таза матери и величиной плода. Расположение плаценты перед маточным зевом. Недостаточная функция плаценты. Остановка родовой деятельности или изменение сердечных тонов плода во время естественных родов, которые говорят об опасности для ребенка. Определенные заболевания ребенка или матери, а также психологические факторы могут решить исход дела. Чтобы операция была безболезненной, могут применяться различные виды анестезии. В очень редких случаях проводится полный наркоз. Как правило, проводится региональное обезболивание таза в виде передуральной анестезии, спинальной анестезии или их комбинации. При любом варианте анестезии вы находитесь под присмотром персонала родильного зала. Анестезия проводится многоступенчато в положении на боку или сидя. После дезинфекции определенного региона спины, вы получите укол поверхностного обезболивающего вещества. Анестезиолог осторожно вводит полую иглу между двумя астистыми отростками до передурального пространства. В отличие от спинальной анестезии, твердая мозговая оболочка не прокалывается. Затем вводится катетер, через который подаются обезболивающие вещества в передуральное пространство. Вы почувствуете, как распространяется тепло по вашему телу и как медленно немеют ваши органы. Через катетер, даже несколько дней после кесарево сечения, можно вводить медикаменты для лечения после оперативных болей. Анестезиологи проинформируют вас о возможных рисках различных вариантов обезболивания. В редких случаях могут возникнуть боли в спине или головные боли, которые лечатся с помощью медикаментов. При нарушениях мочеиспускания необходимо временное введение катетера в мочевой пузырь. Паралич исключается, так как спинной мозг кончается поверх места укола. После анестезии вам помогут лечь в удобной позе. Так как речь идет об оперативном вмешательстве, соблюдаются строгие правила гигиены. Ваше тело обмоют дезинфекционным раствором и накроют стерильными салфетками. Для начала оперирующий врач помечает кожу для разреза. Этот поперечный разрез едва заметен в зоне бикини. Потом постепенно, шаг за шагом, открывается скальпелем или тупым предметом слои кожи и полость живота. Особенно щадящей является методика больницы миска в ладах, при которой ткань растягивается, а не разрезается, что способствует скорейшему заживлению. Пациентка не ощущает вмешательства. Когда матка открыта, ребенок извлекается. Врачи определяют развитие ребенка. Все происходит за считанные минуты. После перерезания пуповины, ребенок находится под наблюдением детского врача. Например, отсасываются околоплодные воды, определяется состояние сердечно-сосудистой системы. Затем акушерка показывает ребенка вам. Сердечные поздравления! Оперирующий врач удаляет плаценту и возможные остатки из матки и послойно закрывает поврежденные ткани. Современные методы операции настолько усовершенствованы, что позволяют уменьшить послеоперационные боли до минимума. Часто после кесарево сечения можно рожать естественным путем. Если, вопреки ожиданию, возникают серьезные осложнения, врач найдет для вас необходимое медицинское решение. Они намечаются часто уже при предшествующих обследованиях. При возникновении неконтролируемого кровотечения возможно удаление матки. На операцию кесарево сечение уходит около 30-60 минут. После операции врач и медицинский персонал помогут вам лечь кровать. Перед отправкой в отделение вы будете наблюдаться несколько часов в родильном зале или в послеоперационной палате. Ни одна операция не гарантирована полностью от риска. Разумеется, возникающие осложнения сводятся до минимума мастерством врачей и применением современных медицинских методик. Для вашего ребенка рождение путем кесарево сечения не представляет большей опасности, чем естественные роды. Редко встречаются маленькие порезы, которые быстро заживляются. Под влиянием успокаивающих веществ при проведении общего наркоза может возникать сонливость, из-за чего самостоятельное дыхание младенца может замедляться. В нормальном случае для вас, как для будущей матери, существуют лишь минимальные риски. Об этом вам расскажет ваш лечащий врач. Теоретически могут возникнуть повреждения таких органов, как кровеносные сосуды, мочевой пузырь, кишечник или желудок. Сильные кровотечения, несколько дней после операции. Инфекции, которые лечатся антибиотиками. Нарушение функции маточных труб. Запоры послевременного паралича кишечника. Сужение или закупорка сосудов. Повреждение мягких тканей, кожи или нервов. Неприятные ощущения в области шва. Единожды проведенное кесарево сечение не значит, что в следующий раз тоже должна быть проведена операция. Всё же при последующих беременностях существует риск нарушений прикрепления пациента к матке. Например, она может лежать перед выходом из матки или врастать в матку. В таких случаях может быть необходимо удаление матки. В любом случае, будь то кесарево сечение или естественные роды, главное – здоровый малыш и счастливая мама. Медицинский персонал желает вам много радости с вашим маленьким сокровищем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова